Теперь, значит, уж на камни подошел человек, очевидно осведомленный, читал мои воспоминания и спросил, какова дальнейшая история маржового хера. Поэтому я вам сейчас расскажу. Вы знаете, когда мы жили в Сибири, то мой товарищ, очень знаменитый от Ногров, профессор и все прочее, ехал с Камчатки из экспедиции и специально сделал крюк и заехал в нашу сибирскую избу. И подарил мне маржовый хер вот такой здоровый. Вы знаете, даже выпускники биологических и медицинских вузов не знают, что у маржа этот причиндал из кости. У Екатерины был трон такой, табуретку дарили Хрущеву, очень такая вот красивая кость, там все на мышцах одним словом. Он мне его подарил специально принес, чтобы я был такой же стойкий и крепкий. Он такой красивый, старый. Я его хотел на спальне повесить, а жена моя говорит, не надо, у тебя будет комплекс неполноценный. И мы его повесили в такой маленькой переходике в избе, где печка, и мы там всегда с женой каждый вечер выпивали, когда сына укладывали спать. И вот когда выпили, закурили, у меня было какое-то сентиментальное настроение. Я на меня посмотрел, я говорю, дайте к Тане, мою жену зовут Таня. Я говорю, дайте, как ты думаешь, мне его дадут вывезти в Израиль? Он говорит, а ты хоть свой вывезти. И вы знаете, я этого очевидно нечаянно соблю, нечаянно совершенно. Я таможенница, это все, значит, подъявлялся, все монатки. Она мне на моржовый хер говорит, это надо через Министерство культуры. Я говорю, девочка, это не по части культуры. Оказалось, она была права. Это подделочный материал, на нем рисуют, на нем вырезают. И он остался в Москве, и вот то, что меня спрашивал человек, вот я ему отвечаю. В первую же гастроль, когда я приехал в Москву, я его оставил у друзей, Я купил палок 5-6 колбасу сырокопченых, среди них положил моржовый хер, и он приехал. Теперь он высчитывает у меня судьи картин, и надо видеть лица женщин, когда он его развалит.